Ты откуда, сынок, из Техаса? Дерьмо! Ты знаешь, что идёт оттуда, так ведь? Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я, ваш верный друг... Сегодня мы продолжаем исследовать серию игр Half-Life, и в этот раз под наш пристальный червивый глаз попадут спин-оффики к первой части в лице Оппазинг Форсача и Блю Шифточа. Прям пальчиком залезем в те самые места. Да, именно после ролика по второй Half-е. Вот такой я нелинейный дебик. Сразу после выхода первой части было решено сделать продолжение, только делали его уже совсем другие люди, а именно эти самые, которые Борду творили. Сначала они сделали Оппазинг Форс, и думаю, с неё мы и начнём. В данной части будем играть за некого военного Шепарда, который был отправлен с другим пушечным мясишком на Чёрную Мезу прямо после аварии, и о том, что там было, мы узнаем сразу после обучения. Встать, девочки. Меня звать инструктор Тиборнс. Первые и последние слова, которые я должен слышать из ваших вонючих хлебал, это есть, сэр. Я понятно выражаю. Так точно, сэр! Вот это я понимаю армейка, будто я сейчас не в американской военной части, а в мото-заднеприводной роте под Донецком. Как тебя звать, Мешок с Дерьмом? I'm Commander Shepard. Ах, Капрал Шепард. Больше похоже на Капрал Собачье Дерьмо. Мы прекрасно поглощаем основы солдатского бытия, но они были бы лишь пустым трёпом, если бы не задорное, но такое полезное словцо вышестоящих по званию. Моя престарелая бабуля бегает быстрее, чем ты, Мешок с Дерьмом. Иди в следующую зону. Давай, бегом. Марш, марш, марш. Всё, возьми, ты умудрился пройти моё любимое упражнение, тебе даже ничего не оторвало. Кроме того, нам объясняют, как правильно брать под командование замечательных работяг, которые в течение игры будут приносить пользу и сразу же гибнуть. Именно это и есть основы трулевоенного бытия. Так точно, сэр. Обучение заканчивается, и игра сразу же переносит нас во времена событий первой части, а именно когда всё шло максимально плохо. Наш транспорт сбивают, а мы еле-еле выживаем. Наших товарищей убивают, но кроме как беспомощно закрыть глаза, нам больше ничего не остаётся. Мало кто знает, но так оно на войне и бывает. Мне бы не знать, я всё-таки сам ветеран Первой мировой травил хлором гуков. Однако, хоть наша основная задача и была поубивать всех учёных, работники чёрной мезы пытаются спасти нас и всячески вылечить. Я великий умывальник, знаменитый мой датыр. Оу, вы очнулись? После такого всем солдатам стало немножечко стыдно. Видно, что на чёрной мезе творится трэш, угар и садамия, но нам всё это ни почём. Ведь мы быстро обретаем броню и солидное оружие ближнего боя, а потом ещё одно солидное оружие ближнего боя. О, сраные Продиславы, всех на чак-чак пущу медовый. Татарский медовый чак-чак из хедкраба. На вкус как гнилой медвежий анус, но чтобы угостить башкирских гостей, самое оно. По связи связываемся с нашими товарищами и слышим, что пришёл приказ отступать. Мол, тут всё слишком по жопному и у командования созрел совсем иной план. Бомбить, ломать, крушить, текать. Нас обучали выживать в разных ситуациях, но что делать, когда против тебя выходит злобный циклопич, который бьёт токон? Почему персонаж вообще никак не реагирует на этот, простите за выражение, около инопрешеленский бурлеск категории Г? Я понимаю ситуацию с Фрименом, они на своей мезе всякие зены изучали. Да и насчёт надвигающейся моды на Лемоне Сникет и 33 гендера им было известно. Но что насчёт Шепарда? Он бы хоть чуточку обосрался ради приличия. И вот, мы наконец-то достигли точки эвакуации. А по словам одного из военных, мы понимаем, что относительно событий первой части мы находимся почти около конца фрименского таймлайна. Забудь о Фримене, мы оставляем базу. Если у вас есть цели для бомбардировки, отметьте их на тактической карте. Повторяю, мы покидаем базу и начинаем бомбардировку. Давайте цели и уходите оттуда. Как бы это не было смешно, но это всё. Сейчас мы сядем со всеми в вертолёт и... Эээээ... Стой! Что? Ты? Да ты рофлишь надо мной! короче не улетаем и отсюда потому что вот так вышло нам необходимо скоопилироваться с другими оставшимися здесь работягами попытаться найти иной выход я не знаю что хуже вы солдаты с приказом очистить весь комплекс или эти ужасные создания ходим сами по себе параллельно натыкаясь на новые виды врагов и иногда слушаем рофла других военных вообще шутка юмора это главная фишка военных похоже кто-то обосрался капрала нет усили больше чем могут проглотить да забудь о времени но надо спасать собственные задницы с нами капрал с такими напарниками и аптечки не нужны да и женщины теряют смысл вы акции тут у нас такой красивый работник а из-за вас ученых ваших недоэкспериментов тут все по писи и пошло лучше бы дальше сидели изучали сколько нужно скормить копеек утки чтобы она утонула через сколько папич решит головоломку с глобусом эй сэр сэр шепард что ты там вытворяешь слушай мы должны добраться до точки выбора у сектора лямбда если нам повезет по дороге мы прихватим примена транспортная система довезла бы нас туда но дверь к ней крепко закрыта черт где эти инженеры когда они нужны и наивные мужики даже не подозревают как плохи сейчас дела пока мы тут пытаемся выбраться кто отправил на зачистку солдат в черном который враждебно настроен и походу хотят истребить вообще всех кто сейчас тут находится теперь понятно почему во второй части мы чили в типичном европейском городе они в этих масонских ваших он на реках народ свой любить надо идите сюда мои подписчики вообще все очень странно кто эти черные почему они нас убивают я ничего не понимаю да и вообще никто ничего не понимает капрал что нахрен тут происходит на бритинге нам никто не говорил от черных но мы же все за одно так так или нет с горем на пол шишечки шепард достигает лямбды где мы видим очень знакомую картину как бы нам этого не хотелось но мы тоже оказываемся в мире зен или ксен как его там но благо ненадолго вообще мне не очень хотелось бы снова там бегать убивать булдыгу на ножках и скакать пытаясь поранить треугольник в мозгах младенца я всегда могу найти себе досуг получше например посидеть на моих стримах где я чилю поигрывая во всякие никому не нужные и горе а еще у меня классные смайлики на лямбде творили свои иноземные рофлы ученые тут проводили ну совсем уж выходящий за рамки эксперименты в особенности с иноземными биоматериалами взять тех же языкастых челиков в этой игре их сделали оружием без лишней иронии скажу необычно да и вообще тут неплохо так с выбором пушек тут полно не только стандартных из первой части но из своих вундервафель добавили несмотря на это все равно видно что в некоторых моментах разрабы делали этакие альтернативные повторения из оригинальной игры вы а помните там были щупальца которые надо было убивать в включая всякие штуки а давайте сделаем также нас большой ноглазий жопы помните в оригинальной игры надо были цельцы и бомбить местных его а давайте сделаем также нас пушки большой вы не подумайте я не против Ведь такие повторяющиеся моменты сделаны круто А та же битва с анаглазиком менее надоедливая Также тут мы часто посещаем места, знакомые по первой части Но это больше выглядит как приятная параллельная история Которая позволяет увидеть всю ситуацию по другим углом Единственное, что меня бесит, это вот этот депутат, который везде за мной следит Слушай, а не пошел бы ты, пожалуйста, прямой дорогой и строевым шагом на... Осторожно с этой штукой Одно невервное движение и весь этот комплекс взлетит к чертовой матери Я разберусь Ты, главное, держи глаза открытыми Здесь еще есть противник Я разминировал бомбу, которую хотели жахнуть на этой местности Но тут вдруг Эй, ну да ты задолбал Отстанет бомбы Уди, я сказал Мне нравится это дополнение тем, что тут он больше штанчика эдакий, чем очередной Half-Life Всяких зубодробительных головоломок тут не так много, зато много пушек, патронов и врагов, которые легко ломаются под нашим сапогом. Я не чувствую себя учёным с монтировкой промеж булок, я чувствую себя бравым военной булдырей, который исполняет свой долг. Правда, любой бы дропнул такие долги исполнять, когда увидел бы это. Это что такое? Да кто ещё такой? Я так понимаю, нам надо его убить, дабы закрыть портал, из которого лезет всякая нечисть. Уверен, что таких порталов много, но этот, видимо, основной. Чтобы его убить, конечно же, приходится постараться. Однако, это далось мне легко, несё бы ничего, но это конец. Ну, Габрал Шепард, наконец-то мы встретились. Не думай, что я избегал тебя, просто слишком много вещей, тем воля моего внимания в эти трудные времена. Я думаю, что слуга народа, вроде тебя, понимает важность скрытности. Мои служащие не заслуживают доверия, как ты. Они не могут сопротивляться искушению рассказать всем всё. Поэтому мы решили передать тебя туда, где ты никому не причинишь вреда. Ну, и никто не причинит вреда тебе. Я уверен, что ты можешь себе представить, что есть и другие варианты. Нас так же, как и Фримана, заморозили за пределами всех измерений на случай важной ситуации. Но если у того же Гордона есть продолжение, то насчёт Шепарда всё сложно. Честно говоря, даже немного расстроен, что мы так и не узнали, что с ним стало. Он такой же молчаливый работяга, но так же, как и у Гордона, его характер и истории строились не его словами, а ситуациями, в которые он попадал и окружающими его персонажами. Хотелось бы ещё увидеть такую рофельную военную историю, где мы вместе с другими солдатами просто офигеваем от происходящего. На этом Оппозиточ кончается и начинается Блющифт. Тоже любопытный спин-офф, в котором рассказывается про совершенно другого персонажа, Барни. Да-да, тот второстепенный Косипоша. Кто-то в комментариях просил эту игру особо не трогать, так как якобы скучная по сравнению с Оппозиточем, но на самом деле она очень даже интересная, я бы даже сказал, любопытная. Начинается всё примерно так же, как и в оригинале. Мы на поезде катим на работу, параллельно осматривая окружение, через которое нам тем или иным способом рассказывают историю. Это начало мне даже нравится больше оригинала из-за большего количества деталей. Всё же хотелось бы просто походить по этому месту и посмотреть, как тут кипит жизнь. Кстати, в оригинале нашего героя зовут Барни Калхаун, но тут локализаторы не парились и назвали его просто... Привет, Калхун! Как дела, Калхун? Звучит как Тархун, но под маркой 365 дней. Кстати, готовьтесь к некоторым забавным перекрёстным моментам. Допустим, сейчас мы ждём, пока Челик откроет нам дверь, которую заело, а заодно видим приезжающего мимо Фримена. Вроде бы ничего, но... Лол, Боря опять нажрался и начал избивать дверь, перепутав её со своим тропующим сыном. Нас спускают, но по жизни опускают, ведь работа охранникам нелегка. Всё, что мы обязаны делать, это обеспечивать учёным спокойное рабочее пространство, дабы они и дальше занимались бесполезными вещами и устраивали тут аварии. Мы получили оружие. Конечно, сейчас было бы неплохо пострелять Тирик как профессионал, но многие на такие идеи кладут болты и просто чилят. Вот это я понимаю. Не Блакмеза, а чисто база отдыха черёмушки. Камеры слежки? Я чё, прям даже посмотреть могу. Тееек. Ааа, снова Фримен фигнёй страдает. Доброе утро, город. А тут какая-то баба тащит тот самый кристалл. Чё, и скоро тут будет пахнуть керосином и кипячёными саками? Чекайте, это же тот Гондослав. Не ломай моё рабочее место! Что ж, как раз вовремя. Мы не платим вам, чтобы вы тут шастали по своим делам. Заставь эту штуку работать, чтобы мы могли продолжить этот скверный день. Слышь, ты думаешь, если у тебя два диплома, а у меня три класса неогонченных церковно-приходских, то ты лучш? Ну да, вообще-то ты лучш. Путешествие на лифте быстро близилось к завершению, ведь, как подметили учёные, начались некие испытания с сурофельными последствиями. Сам геймплей и история Барни максимально отличаются от оригинала и оппозиточа. Начнем с того, что нас не ожидает какой-то там эпик с супербоссами и тысячи убитых. Мы лишь выполняем свою работу охранника, пытаясь найти других учёных и отстреливаясь от монстров. Типичные обязанности секьюрити Сколкова. Да, мы сталкиваемся с военными и порой видим их беспредел, но это не так сильно сказывается лично на нас, потому что мы не Фриман. Мы обычный Барни. Весь кипиш происходит мимо нас, и лишь изредка в нас летят щепки всего этого странного перформанса. Я ценю твою помощь, но боюсь, что эти ублюдки слишком сильно ранили меня. Один из учёных говорит нам, что если мы хотим сбежать, то нам необходимо найти некого учёного Розенберга. Якобы с ним мы сможем реализовать необычный план побега. Минус кусок военного сброда, и мы находим еврейского знающего в одном из вагонов. Отлично мы взяли этого ублюдка. Как там, Фрименом? Правда, это казалось ловушка солдат ушкира, и нас заперли. Данный чел является одним из ведущих научпопичей, который как раз-таки частично и ответственен за технологию, из которой всё изжахнуло. Учёный принимает данный факт, а что делать? И сразу же после этого заявляет, что у него есть гениальный план. Где-то тут заныканы старые лабораторные помещения, где создавались первые прототипы той самой адской машины. С помощью одной из таких наработок мы и сможем отсюда сбежать. Доставить умничея не составляет сложности, зато я такого не могу сказать про задание, которое он мне даёт. Потихоньку в лабораторию стихаются другие работяги умственного труда и настраивают олдовый телепорт. На нас же вешают задачу по наладке оборудования в мире Зен, без которого наша телепортация не сработает так, как надо. Зато телепортация срабатывает, чтобы отправить нас в этот мир, где мне вот вообще не нравится. Тут мерзко, повсюду планетяне, а я лишь охранник, который любит смотреть лайтовые, яойные, анимушки без порнушки. Я за романтику. О, а вот и оборудование. Это было быстро. Мне нравится, что разраб прекрасно понимает, что мне зайдёт, а что нет. Меня переносят назад и снова говорят не особо хорошую новость. Нам нужны батареи для дальнейших телепортаций, но все они находятся внизу в подвалах, а их там ещё зарядить надо и потом отправить сюда. Забота полон рот, вокруг пиздец, а я урод. А ещё тут в подвалах снова мутанты и внезапно солдаты. Солдаты, да вы даже не даже, чем тараканы. Я сейчас попробую браться с дороги. Ну и тут мы справляемся и наступает финал. Без каких-либо боссфайтов и эпиков. Мы просто запускаем пертал и по одному учёному за раз отправляем всех на свебёду. Конечно, под конец появились военные, но мы быстро телепортируемся и вуаля, мы на воле. Правда, нас напоследок чуть-чуть мотает сквозь мир и показывают тот момент, когда Фримана хотели кидать в парашу. Давай прикончим их прямо здесь. Да, что же делать с телом? Телом? Каким телом? Но в остальном, это всё. Учёные радуются, благодарят нас и говорят, мол, мы молодец и спасли их. Нам всем повезло. И благодаря тебе нам удалось решить эту проблему. Мы сделали это при помощи колхуна. Мы сделали это. Это, кстати, достаточно забавная концовка и о многом говорящее. Никто не вводит нас в стазис в конце, да и тот же Джимет встречается нам лишь один раз, и то, когда он двигался навстречу к совершенно другим людям. Это показывает, что мы участвуем в настолько второстепенных и незначимых событиях, которые совершенно не интересны высшим силам. И именно такой подход и сделал конкретно этот спин-офф абсолютно уникальным. Да, оппозит форс был эпичный, драйвовый и сам по себе мощный, но именно блющифт с своей второстепенной параллельностью и даёт нам уникальный экспириенс. Оба эти дополнения просто очешуительные. Я с огромным удовольствием их прошёл и даже впал в грусть немного. Очень хотелось бы, чтобы именно такие дополнения были и у второй части. Почему бы нам не дать поиграть за Альянс или кого-то из Сопротивления или за того же Барни? Я хочу увидеть альтернативные истории с альтернативными введениями геймплея. Конечно, скоро выйдет новая часть для VR, где мы будем играть за Аликс, но сейчас этот Steam Index хрен где купишь, да и денег он стоит кучу. Я хочу ваш VR. Подарите мне его, пожалуйста, на Рождество или День Рождения. Короче, это всё. Я обозрел два покрашенных дополнения по Халфе и буду думать, что делать дальше. Конечно, было бы неплохо глянуть дополнение Дикей, но его за каким-то чёрном выпустили только на консоли. Зачем мне, конечно, непонятно. Хотя, я, кажется, знаю, про какую альтернативную историю вам рассказать, которая тоже очень сильно завязана серией Half-Life. Кстати, подписывайтесь на паблики Twitch.